То, что я показала людям свое тело без одежды, не значит, что я обнажила каждый дюйм своей души. Даже если ты искушенная, образованная, умная и взрослая женщина, все равно в глубине души ты мечтаешь, что появится «Мистер Идеальный», и ты будешь с ним всегда жить счастливо, и умрете вы в один день. Но даже если у тебя всего половина мозга, то адекватно ты понимаешь, в реальности так не бывает. Я трудоголик и страдаю бессонницей. А еще я обожаю командовать. Вот почему я не замужем. Кто в силах меня вынести? Для меня всегда было важно окружить себя людьми, которые интересно мыслят, сказать, что то, что заставит подумать, о боже, потрясающая идея. Почему я до этого не додумалась? Всегда превращайте негативную ситуацию в позитивную. Чтобы научиться добиваться успеха, нужно сначала научиться терпеть неудачу. Баскетбольная площадка для меня во время игры – самое спокойное место, которое я только могу себе представить. На баскетбольной площадке я ни о чем не беспокоюсь. Когда я там, никто не может меня побеспокоить. У всякого серого волка свой интерес. Одних волнуют тела прекрасных странец, других – пирожки в их корзинках, а кому-то просто нужен хороший попутчик, чтобы вывелось чаще к людям, всякое бывает. Сломать можно почти кого угодно, было бы желание. Зато привести сломленного человека в порядок – тяжкий труд, не каждый за такое возьмется. Я, кажется, увеличу число счастливых идиотов на одну человека единицу. И это правильно, счастливых идиотов должно быть больше, чем нас, несчастных придурков. Оказывается, если человека лишить необходимости 18 часов в сутки бороться за выживание, он тут же начинает думать, зараза такая. Я за правду, кто бы ее ни говорил. Я за справедливость, неважно, за кого она или против. Я, прежде всего, человек, и поэтому я за то, что приносит пользу человечеству в целом. Образование – наш пропуск в будущее, ибо завтра принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня. Будь мирным, будь вежливым, соблюдай закон, уважай всех. А если кто возьмет на тебя руку, пошли его на кладбище. Обычно, когда людям грустно, они ничего не делают. Они просто плачут о своем состоянии. Но когда они злятся, они вызывают перемены. Даже самый необыкновенный человек должен выполнять свои обыкновенные обязанности. Будь хозяином своей воли и слугой своей совести. Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты? Серость не может воспламениться, но может раскалиться до фанатизма. Если бы ты ведал, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал бы домогаться одобрения и похвалы людей. Есть такие люди, которые, оказав вам услугу, тут же вам объявят, что вы им обязаны. Зла не существует для вещественной природы, но зло существует для каждого человека, которому дано сознание добра и свобода выбора между добром и злом. Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них. Как тебе удается быть такой храброй, когда дело касается других, и такой трусихой в отношении себя самой? Какая-то часть тебя уходит с тем, кого ты потерял? Любить, значит, в первую очередь рисковать. Опасно доверить себя другому, открыть дверь в собственное сердце. От этого может быть неописуемо больно. Любовь с первого взгляда бывает только в книжках. В настоящей жизни чувства рождаются постепенно. Как строится дом, камень за камнем. Смерть не имеет отношения ни к мертвым, ни к живым, одних уж нет, а других она не касается. Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. Дети забавляют себя тем или иным занятием даже тогда, когда ничего не делают. Кто считает, что он перед тобой в долгу, тот никаким образом не может быть твоим другом. У Бостона не всегда была лучшая репутация, как и у меня, выросшего в Бостоне, когда я был ребенком. Передо мной стояли проблемы и препятствия. Я просто хочу делать все, что я делаю, как можно лучше. Но меня гораздо больше заботит быть хорошим отцом, а не хорошим актером. Потому что это действительно важно. У меня есть большой реальный жизненный опыт с утолокой и глупыми вещами. Большая часть юмора исходит из того, насколько возмутительны ситуации и обстоятельства. Будем благодарны тем, кто делает нас счастливыми, а не как садовники, помогающие нашим душам цвести. Для каждого из нас существует особый Бог, который скрывает от нас наши недостатки или ручается, что они останутся незамеченными. Подобно тому, как он закрывает глаза и затыкает ноздри всякому, кто не моется, не давая ему видеть грязь на ушах и чувствовать запах пота под мышками и уверяя его, что он безнаказанно может явиться в общество, которое не заметит ни того, ни другого. И те, что носят или дарят фальшивый жемчуг, воображают, что его примут за настоящий. Мы исцеляемся от страданий, только испытав его до конца. Мы наслаждаемся чудесной музыкой, прекрасными картинами, всем, что есть на свете изящного, но мы не знаем, что творцы расплачивались за это бессонницей, рыданиями, истерическим смехом, нервной лихорадкой, астмой, падучей, смертельной тоской. Поэтому от себя лично я хочу заявить, что принцип, которым я буду руководствоваться при выполнении высокого долга, к которому призывает меня моя страна, это строгое следование букве и духу Конституции, в том виде, в каком она была разработана теми, кто ее разработал. Получив от народа священное доверие, дважды возложенное на моего прославленного предшественника, и которое он так добросовестно и так хорошо исполнил, я знаю, что не могу рассчитывать на выполнение трудной задачи с таким же умением и успехом. Наша страна представляет со всех сторон свидетельство той постоянной благосклонности, под покровительством которой она постепенно поднялась из нескольких слабых и зависимых колоний в процветающую и могущественную конфедерацию. Реклама служит духовной стороне торговли. Вам доверена великая сила, которая возлагает на вас высокую ответственность вдохновлять и облагораживать коммерческий мир. Все это является частью великой работы возрождения и искупления человечества. Найдите что-то в своей жизни, за что стоит бороться. Любой, кто играет в гольф, скажет вам, что вы играете против самого себя. Меня обвиняли в предательстве. Обвиняли в том, что я не поддерживаю армию. Нет ничего более далекого от правды. Лидеры – это те, кто принимает решения. У солдат нет выбора. Я поддерживаю солдат как людей. Я никогда не терял веру. Но, как и все современные католики, какое-то время я чувствовал, что перерос церковь. Сейчас в моей душе яблоко раздора, что я не поделился своей верой со своими детьми, как это сделали со мной мои родители. Это был источник благодати, когда я в ней нуждался. Моя вера очень питала и вдохновляла меня. Не важно, кто и что говорит о вас. Принимайте все это с улыбкой и продолжайте делать свое дело. Самое важное лекарство – это нежная любовь и забота. Если вы судите кого-либо, то у вас не остается времени его любить. Добрые дела кратки, они произносятся легко и быстро, но эхо их вечно. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok